Привет, друзья! Я счастлив вас приветствую! Скажу честно, не так счастлив, как обычно, но я стараюсь, быть счастливым. И мы поговорим сегодня про выносливость. Наряду со скоростью и силой, именно выносливость является ключевым физическим фактором, в развитии которого заинтересованы все, без исключения, военнослужащие либо сотрудники иных силовых структур. Сегодня у нас весь выпуск посвящен развитию выносливости, как я уже сказал. И тема эта довольно сложная, скользкая. Нужно как можно меньше употреблять непонятных слов, поэтому я себе составил максимально простой адаптированный конспект и буду прямо по конспекту читать, для того, чтобы в стороны не вилять. Итак, выносливость – это физическое качество, характеризующее способность противостоять утомлению. Выносливость следует разделять на общую выносливость и специальную выносливость. Это деление во многом условное и, возможно, даже кто-то скажет, что антинаучное или околонаучное, но оно максимально просто позволяет донести до вас ту информацию, которая необходима, скажем так. Общая выносливость – это ваша способность выполнять низкоинтенсивную работу в течение длительного времени. Другими словами говоря, это аэробная производительность. Прекрасный пример задач, где требуется именно аэробная производительность – это длительные марш-броски с оружием и снаряжением на сложной местности. Это самая общая выносливость должна дополняться локальными силовыми возможностями. То есть на том же марш-броске вам понадобится сила ног, для того, чтобы поддерживать необходимую скорость движения, особенно на сложном рельефе. И сила мышц туловища для эффективной переноски груза, который на вас находится, а кроме того, для снижения нагрузки на позвоночник. Кроме того, общая выносливость должна дополняться акклиматизацией к жаркому или жаркому и влажному климату, а также к условиям высокогорья. То есть, грубо говоря, есть определенные условия, определенная местность, на которой вы, будучи супер выносливым, эффективно действовать без акклиматизации не сможете. Это надо помнить и учитывать в собственной подготовке и планировании выполнения каких-либо задач на такой вот сложной местности. Но о тренировке общей выносливости мы поговорим отдельно. Сегодня мы поговорим про так называемую специальную выносливость. Это та выносливость, которая необходима бойцу непосредственно в бою, а не на пути к месту ведения боя. То есть, это именно то, что нам нужно для совершения высокоинтенсивных перебежек, какой-либо тяжелой работы, переползания по-пластунски, преодоления различных препятствий и так далее. Работа мышц в ходе такой деятельности приобретает скоростно-силовой характер и не может покрываться только лишь аэробным механизмом. Критически важным в таких условиях становится для организма возможность производить энергию при недостатке кислорода. Готовы готовы? Готовы? На старт! Внимание! Время! 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 Вот эта вот короткая врезка, которая сейчас была, это такой прям лайт-лайт-лайт-лайт-лайт режим перебежек. Но даже он к концу выполнения упражнения уже дает о себе знать именно, скажем так, говоря не столько о недостатке, сколько выносливости, сколько о возросшей необходимости именно в такого рода специальной выносливости. Даже для такого вот легкого-легкого режима. При таких действиях, кроме того, критически возрастает запас абсолютной силы и скорости. Поэтому я повторяю еще раз, что тот, кто говорит, что главное для бойца выносливость не прав. Главное для бойца баланс между выносливостью, силой и скоростью. И парадоксально то, что из этих трех слагаемых выносливость тренируется легче всего. Гораздо тяжелее тренируется сила, а еще гораздо тяжелее тренируется скорость. Но почему-то все вот зациклены на выносливости. Но это, я понимаю, непонятно. Понятно, почему? Потому что знаний, как обычно, нихера нет, короче. Будем с этим вопросом бороться. Далее. Кроме того, вот эта работа, вот такая вот работа специальная, которая требует специальной выносливости, всегда подопытным воспринимается как исключительно тяжелая. То есть, в любом случае, насколько бы вы не были готовы, как вы думаете, вам все равно будет тяжело, вы все равно придете до конца, вам все равно придется терпеть в итоге. И, кроме того, здесь нам необходимы также психологические факторы выносливости. Ну, они вот тренируются как раз вот, когда и тренируется эта самая специальная выносливость. Тренировать специальную выносливость, тренировать выносливость к такого рода задачам только можно, только высокоинтенсивными методами тренировки. Одним из таких высокоинтенсивных методов и довольно доступным для большинства методов является интервальный метод. В чем его суть? Значит, интервал работы составляет от 1 до 5 минут. Интервал работы от 1 до 5 минут. Интервал строится из 2-3 упражнений, может быть 4, которые выполняются по кругу. Понятно? По круговой схеме. 1, 2, 3, 4 упражнения. Снова 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Количество интервалов может быть от 4 до 10. Интенсивность каждого интервала, то есть в каждом рабочем интервале вы работаете с максимально возможной для вас, для вашего уровня подготовки интенсивностью или близко к этому значению. Задача, ваша задача воспроизвести в рабочем интервале объем работы от раунда к раунду, от интервала к интервалу. То есть, вот здесь первый рабочий интервал, вы в первом рабочем интервале, к примеру, сделали, ну пускай там 50 повторений условно. Вот ваша задача во втором рабочем интервале воспроизвести те же 50, в третьем рабочем интервале те же 50, в четвертом те же 50. Это если вы 4 интервала рабочих используете. Если 10, то в десятом воспроизвести те же 50 или около к нему там 46, 47, 45. Понятно. Если вы в первом интервале сделали 50, а в четвертом вы сделали 30, то значит вы неправильно выбрали ни режим, ни интенсивность, ни упражнения, ни режим работы, ни режим отдыха. Все, вы тренировку свою спланировали неверно. Далее, для того, чтобы обеспечить этот самый объем работы, вам необходимо очередовать интервал работы, рабочий интервал, с интервалом отдыха. Интервал отдыха выбирается, как правило, той же продолжительностью, что и интервал работы. То есть, грубо говоря, у вас интервал работы 2 минуты, вслед за ним следует интервал отдыха 2 минуты, потом снова интервал работы 2 минуты и так далее. Пока не выполним все запланированные рабочие интервалы. Если это кому-то сейчас показалось легко, ну, у меня, друзья, это нифига не легко. Сейчас вы в этом, ну, на экране, собственно, убедитесь, а можете вслед за мной попробовать и убедиться в этом на практике, короче, а не только при просмотре. Дальше. Сегодня, сегодня я предлагаю выполнить простейшую интервальную тренировку. Длительность рабочего интервала 2 минуты. Содержание рабочего интервала. 5 подтягиваний, 7 бёрпи, 9 приседаний. Все без веса выполняется. Подтягивания выполняются любым способом. Киппингом, строгие. Делайте, как хотите. Это ваше дело. В любом случае это будет верно. Итак, еще раз. 5 подтягиваний, 7 бёрпи, 9 приседаний. Это 1 круг. Мы выполняем данные движения по кругу в течение 2 рабочих минут. 1 круг у нас 21 движение. Наша задача выполнить максимальное количество движений за 2 минуты. Не кругов целых, а движений. То есть, если мы выполнили 3 круга и еще 5 подтягиваний, у нас получится 3х21. 63 плюс 5, 68 движений за 1 рабочий интервал. Длительность рабочих интервала, я уже сказал, 2 минуты. Количество рабочих интервалов 4. 4 раза мы повторяем данные, соответственно, интервал. Между ними 2 минуты отдыха. 2 минуты работы, 2 минуты отдыха. 4 раза это повторяем. Задача. Количество общей суммы движений в первом круге, либо в первом интервале двухминутном, должна примерно равняться такой же сумме в заключительном четвертом интервале. Вот сейчас посмотрим, как это получилось у меня. Думаю. Покуп mic. Покуп. Нормуп. Покуп. 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 Если выilleurs changубы уволен, ящоче получится. Покуп. итак вывод или итог вы могли видеть на бегущей строке что мне примерно удалось воспроизвести сумму общую сумму в первом интервале в четвертом можно считать что задачи я в целом справился соответственно в последующем когда я буду выполнять аналогичный этот комплекс мне необходимо его интенсифицировать для дальнейшего скажем так развития выносливость как можно это делать значит я могу увеличить количество рабочих интервалов то есть я делал 4 рабочих интервала могу попробовать сделать 5 6 7 до 10 то есть если я буду делать 10 интервалов то мне тренировка только кондиционный блок займет 40 минут но вы можете представить насколько данная тренировка будет в принципе тяжело дальше я могу попробовать увеличить количество повторений в каждом конкретном рабочем интервале но рано или поздно мы упремся в определенное количество выше которого прыгнуть нельзя особенно в первых двух там трех интервалах и дальше наша задача будет только поддерживать данное количество если нам это дается легко то мы можем интенсифицировать данное упражнение взял вес какой-то то есть мы например можем выполнять подтягивание без веса бёрпи без веса но на приседания мы можем взять гирю и выполнять приседания с гирей грубо говоря в одной руке в положении на груди либо в гирю удерживая перед грудью в момент приседания так называемый гоблет присед кубковый присед при присед с гири на груди таким образом мы существенно сделаем тренировку более тяжелая я вас призываю сейчас не хвататься гирю сразу до и бежать с гири делать даже если вы охеренного 7 мнения как будто вы нельзя только немыслимого немыслимой подготовленности попробуйте выполнить вот такой легкий light формат вложить как минимум минимум три круга в две минуты полных то есть 63 повторения в две минуты и выполнить на протяжении четырех кругов если вам это легко удастся соответственно вы можете увеличивать количество рабочих интервалов если вам совсем легко мой вам респект берите гирю на приседание если кто не понял ни хера том что я вам только что рассказывал я вам рекомендую внимание не купить не купить меня покупать скачать книгу евгения богачёва физическая подготовка военнослужащих сотрудников силовых структур я к ней тоже приложил руку стоял за спиной у автора и смотрел как он пишет и за это я красуюсь на обложке данной книги ссылку на данную книгу я приведу в описании под видео теперь ответ на самый главный вопрос почему я начал с специальной выносливости да а не с общего носу потому что это специальная выносливость вот это про что я сегодня рассказывал и показывал это вот тот самый кроссфит кроссфит тот самый кроссфит только которому подошли с умом и адаптировали его под нужды категории которую я озвучил на сегодня все друзья тренируетесь грамотно и да пребудет сами сила